В прошлом году в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка приняло участие всего 10 организаций. В этот раз участников планируется привлечь больше времени для раздумий, пока есть. Конкурс этот проводится и заявки принимаются с 11 декабря по 30 декабря включительно. Итоги будут подведены до 20 января следующего года. В конкурсе предусмотрены 4 номинации. Отдельно будут оцениваться стационарные и нестационарные объекты, предприятия общественного питания и организации, оказывающие бытовые услуги. Участников конкурса будет судить строгая комиссия. Оценивать по 10-бальной шкале будут и оформление фасадов зданий, и украшение прилегающей территории. Огней так много золотых на улицах видного. Но большинство заведений, на которых горит иллюминация, не участвуют в конкурсе. Они просто хотят порадовать прохожих или привлечь новых клиентов. Хотя, если за это можно получить еще и ценный приз, почему бы не поучаствовать? Улицы видного уже засверкали новогодними огнями. Татьяна Шом с дочкой не смогли пройти мимо одной из композиций, которые также участвуют в конкурсе, и устроили фотосессию. Впрочем, Татьяну восхищает не только работа предпринимателей, но и усилия администрации города, которая также внесла немалый вклад в украшение улиц. Новогодняя, очень красивая композиция. Ярко, молодцы, хорошо постарались. Эти золотые яркие, они тоже впечатляют. Такая сказочная дорога. Конечно, возможности частных организаций куда скромнее. Но ведь главное для победы в конкурсе на лучшее новогоднее оформление – выдумка и желание выделиться. Наша задача, чтобы нашим гостям было комфортно, чтобы о нас больше знали. И мы всегда готовы и открыты к нашим гостям. Поэтому мы решили сделать такой сюрприз и заявить о себе. Логично, что формы и содержание также должны находиться в гармонии. В правилах конкурса учтено и это. Также будет оцениваться внутреннее убранство и техническое состояние помещения. Иными словами, если у вас покосившийся амбар с провалившейся крышей, а вокруг красиво горят огни, победы вам все равно не видать. Для участия в конкурсе нужно подать заявку в простой форме. Ее образец размещен на сайте администрации Ленинского района. В заявке необходимо выбрать номинацию, к которой относится конкурсант, указать название предприятия и контактный телефон. Надо учесть, что к украшениям все же есть определенные требования. Чтобы использовалось в оформлении, это три цвета основных. Синий, голубой и белый. И такой логотип «Видная зима», который уже сейчас можно видеть на многих предприятиях. Уже сейчас комиссия начала оценивать усилия участников. А имена победителей мы узнаем в начале следующего года. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.